В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8 жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут как на ладони. Современная библиотека это уже давно не только книги, хотя по-прежнему вокруг них все вращается. Сегодня в студии на Пушкина 8 говорим о том, какой быть библиотеки будущего и что необходимо для того, чтобы сюда не зарастала тропа. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Директор Гомельской областной универсальной библиотеки Марина Рафеева. Марина Сергеевна, рад видеть. Здравствуйте, просим. Инициатор многих библиотечных и музейных проектов в Гомеле, кандидат экономических наук Валерий Силицкий. Валерий Семенович, добрый день, рад видеть. Главный специалист отдела культурно-просветительской работы, главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского обл. сполкома Татьяна Забияко. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор Гомельского государственного университета имени Франциска Скарины, Иван Штейнер. Иван Федорович, 90-й просим. Итак, Татьяна Анатольевна, сколько сегодня библиотек в Гомельской области, каких профилей эти учреждения по большей части? На сегодняшний момент в Гомельской области 512 библиотек. Чтобы представить нашу библиотечную сеть, нужно представить 21 район Гомельской области и город Гомель. В каждом районе есть своя библиотечная сеть, которую возглавляет центральная библиотека, и от нее уже потом идут структурные подразделения библиотеки. То есть это настоящая сеть, такая отложенная система? Конечно. Точно так же и в городе Гомель есть своя библиотечная сеть, сеть публичных библиотек, от которой идут городские филиалы. И вот над этими всеми сетями одна областная библиотека, как методический центр. Таким образом, в нашей области одна областная библиотека, 78 городских библиотек, в том числе 22 центральные, 10 горпоселковых и более 400 сельских библиотек. Татьяна Анатольевна, это много или мало? Я бы односложно ответила. Достаточно. Достаточно? Что скажут зрители? Достаточно? Есть и профильные учреждения, говорю о библиотеках, не так ли? Это касается детских библиотек. У нас из всего количества библиотек 24 детские. Остальные библиотеки занимаются обслуживанием и детского, и взрослого читателя. Кроме того, у нас в области активно идет процесс оптимизации. Мы в этом году, вернее в прошлом году, закрыли 89 библиотек. И поэтому в малонаселенных пунктах у нас есть такие учреждения смешанного типа. Они называются библиотеки-клубы. Это учреждение работает и как библиотека, и как клубное учреждение. О проектах гомельских библиотекарей не знают только ленивые. А как ситуация обстоит в малых населенных пунктах? Как там с доступностью услуг? Я бы ответила на этот вопрос таким образом. С доступностью услуг у нас как раз таки все хорошо. Там, где есть у нас малонаселенные пункты и где нет стационарной библиотеки, на помощь нам приходит такая форма работы, как нестационарное обслуживание. Это библиобусы так называемые? Это все. Это и организация пунктов выдачи литературы, и книгоношества, когда библиотекарь просто несет книги читателям. То есть если вы ленитесь сами прийти в библиотеку, мы идем к вам? Нет. Вот есть одна в населенном пункте библиотека, а вокруг библиотек уже нет. Вот в эти населенные пункты она несет эти книги. И, конечно, обслуживание библиобусом. У нас в настоящее время в 14 районах области ведется обслуживание посредством библиобуса. У нас разработано 85 маршрутов. За прошлый год библиобусы выехали более 600 раз. И если мы говорим о маленьких населенных пунктах, вот представьте, что охват составил 4000 читателей. Мне подсказывают, у нас есть дополнение из зала. Слово библиотекарю отдела обслуживания и информации Лоевской центральной библиотечной системы Марине Козека. Добрый день, Марина Сергеевна. Добрый день. Наша библиотека работает 5 лет. С апреля 2011 года. Библиобус обслуживает малонаселенные и далеко находящиеся населенные пункты. А услуги эти востребованные не просто так ездят, это же дело не из дешевых. Мне вообще кажется, что библиотекарь, который везет книги в библиобусе, это своего рода еще и социальный работник. Ведь многим нужна не только книга, но еще и общение. Работа библиобуса очень востребована. Мы начинали с 5 маршрутов, на данный момент у нас их 10. Мы несем не только книги, но несем мы и периодику. Но сельчане очень ждут и свежие газеты, и свежие журналы, и также внимание и общение с нами. То есть библиотекарь на селе, особенно в небольших деревушках, долгожданный гость? Очень долгожданный гость. Спасибо за работу. Библиотека Агрогородка – это своего рода социокультурный центр в населенном пункте. Читатель идет туда не только за книгой, но еще мы предлагаем спектр платных услуг. Еще приглашаем своих читателей на мероприятия, которые проходят в рамках библиотеки. Но в связи с тем, что сейчас мы не располагаем базой, скажем так, на время ремонта Дома культуры, где до этого располагалась библиотека... Вы тоже идете в народ? Нет? Да, мы идем в народ, но мы выходим еще в район. Я знаю, что проекты вашей библиотеки отмечены на национальном уровне как лучшие. В чем секрет? В том, что нужно любить то, что ты делаешь. Я люблю свою профессию. Одна из старейших библиотек в регионе – областная. Марина Сергеевна, а с чего начиналась история нашей Ленинки? История библиотек нашего Гомеля тесно связана с именами его владельцев. Первая известная в нашем городе библиотека была основана канцлером Российской империи Николаем Петровичем Румянцевым в начале 19 века. Известно, что частная библиотека следующих владельцев нашего города – князей Паскевичей – была доступна простым горожанам. По вторникам и четвергам библиотекарь выдавал книги по специальному разрешению его сиятельства князя. Срок пользования этими книгами составлял две недели. Среди нынешних публичных библиотек старейшей является Центральная городская библиотека имени Герцена. Она открыла свои двери для читателей 10 апреля 1919 года. И основу ее фондов составили Честное книжное собрание и Библиотека общества просвещения евреев. Нашей же библиотеке в этом году исполнилось 88 лет. Датой основания мы считаем 24 марта 1928 года. Когда на заседании Гомельского окрасполкома было принято решение о создании в Гомере отделения Государственной публичной библиотеки имени Ленина. И тогда же было поручено Горсовету срочно подыскать помещение для нашей библиотеки, потому что она должна была собрать в своих фондах именно научную литературу, сконцентрированную на тот момент в нашем городе. Помещение такое было подыскано. Библиотека расположилась в левом крыле Дворца Румянцевых и Паскевичей. А уже в 1934 году в наши фонды тоже решением окрасполкома поступила коллекция князей Паскевичей. Фраза «Если бы у меня была возможность, я бы купил областную библиотеку и жил там» принадлежит вам? Был такой случай здесь, в студии вашей, когда мне задали вопрос, если бы я был миллионером, что бы я сделал? Я бы действительно купил библиотеку. Но вы бы ее не закрыли, вы бы дали пользоваться гомельчанам? Ну, я бы кое-что по-другому сделал бы. Мы к советам Валерия Степановича всегда прислушиваемся. А это же и здорово, когда есть диалог и с читателями, и с инициативными гомельчанами. Правда, Марин Цивилин? Конечно же. Я туда пришел, мне было 16 лет. И было такое время, когда не давали книг много. Давали там 2-3 книги и брошюр 5 штук давали, значит. И вот такой период был, значит, когда читателей было больше, чем книг. Вот такой был счастливый период в работе библиотеки. Иван Федорович, скажите, а вот давайте вспоминать, когда было ваше первое знакомство с библиотекой? Я так понимаю, это совсем юный возраст. Конечно, это было вельми давно уже. И после того, как было все мое первое знакомство с библиотекой, я зведу библиотеки и в Москве, и в Минске, и в Кракове, и в Варшаве, в Альденбургу, в Словении. Но она за счет и осталась в памяти тая степлая вязковая библиотека, которая еще размещалась у обычной селянской хате. И помню, как мы проспечь, лазили туда. Потому что с тех пор, с тех часов и осталась вот такая нечто, такие отношения, как до нечего святого. Хотя эта библиотека, может, нагадывала больше библиотеки старожитности, эпохи Скарины, али вот это почутчо такого светлого, высокого, пронеслося со мной празднущего. Идет время, меняются и библиотеки. Прошло то время, когда были сложности с количеством книг. Да что говорить, еще 10-15 лет мы и сверстники писали рефераты в читальном зале. Эти 10-15 лет для библиотечной системы, в том числе и для этой сферы, стали переломными? Марина Сергеевна. Конечно, сейчас меняются функции библиотек, и мы отходим от традиционных функций хранения и предоставления информации. Сейчас библиотека – это скорее социокультурный центр, который вмещает в себя функции учреждений, музейных, концертных, выставочных залов, театров. Переломный период, назовем его так, это хорошо или плохо, Татьяна Анатольевна? Ну, это хорошо, потому что новый период, он всегда подталкивает и библиотекарей, и библиотеки, и нас всех жить по-новому, искать какие-то новые формы, приспосабливаться к современным условиям. Валерий Степанович, как считаете, это связано только лишь с повсеместной компьютеризацией и развитием интернета? Нет, вы заметите, что происходят вообще у цивилизации перемены очень большие, человек в наших глазах поменялся. И это дело не в интернете. Интернет нельзя отрицать. Мы просто привыкли скидывать на интернет, на компьютере все. Это технология, которая появилась, и она была востребована. Ученые ответили на этот вопрос, каким образом работать с информацией. Раньше говорили о материи, о духовности, а с информацией работать не могли. Сегодня интернет и библиотека – это такой конгломерат, который работает вместе. Другое дело, что современная молодежь, у нее столько сейчас возможностей для жизни, для удовлетворения своих потребностей. Для того, чтобы черпать информацию, можно не выходя из дома это делать? Мы заменили образованность фундаментальную, вот профессор у нас сидит, может подтвердить, на информационную такую насыщенность. И считаю, что если они в интернете полазили, этого достаточно. Интернет – это поисковая система. Серьезные люди работают с книгой. Я поинтересовался, вот перед приходом сюда, как Билл Гейтс работает с информацией. Билл Гейтс сказал, если мне нужно почитать несколько страниц, я обязательно их скачиваю. То есть письменный текст, как книга. А поисковая система, интернет – это прекрасно, значит. Но образованность там не получишь, я еще раз повторяю. Там можно информирование такое получить. И очень много сейчас врачей выступает против того, чтобы компьютеры читать. Во-первых, восприятие информации идет по-другому. И количество ошибок примерно на 30% больше, чем при считывании с книги. И плотность информации в книге, примерно по сравнению с экраном, 50 раз выше в книге, чем на компьютеры. Иван Федорович, скажите, вот наличие компьютера, уверены дома и на работе, вас не оттолкнуло от посещения библиотек? Когда я 30 лет тому назад писал докторскую диссертацию по славянской поэзии, то мне требовало для сбора материалов сидеть в Варшаве, в Киеве, в Москве, в других столицах славянских стран, чтобы собрать эту всю информацию. Я теперь даже не уявляю, на сколько бы я худшее это сделал бы, собрал бы теперь с помощью интернета. Однако, все равно, я не отношусь до тех модерновых ученых, сучасных, которые даже мастерскую книгу загоняют в компьютер и читают в таком электронном варианте. Мне обовязково нужно взять эту книгу в руки, отчуть пахи фарбы, пахартація на той стороне, т.д. А книга, безумовно, за счет из находится в библиотеке, и поэтому она за счет из останется там. В общем, самого ценного в интернете не найдешь, не так ли, Марина Сергеевна? Да, безусловно. То есть, да, интернет здорово, как дополнение. Ну и не надо забывать еще об авторских правах. В интернете ведь мы не найдем тех нужных нам источников информации, которые помогут действительно и обогатят нашу жизнь. Особенно, если речь идет о научной работе, точно говорил Иван Федорович. Я заведующая Гомельской областной научно-технической библиотеки, филиал Республиканской научно-технической библиотеки, Алексейчик Жанна Евгеньевна. В нашей системе, в нашей республике создана стройная система библиотек. У каждой своя специализация, и у нас она есть тоже. Наша библиотека организована для того, чтобы удовлетворять прежде всего информационные потребности науки и производства, то есть организации и предприятий. То есть узкоспециализированная библиотека. Пользуется она сегодня популярностью? Не совсем. Очень пользуется. Надо не забывать, что на заряду с традиционными документами, книгами, журналами у нас есть уникальный фонд патентных документов, стандарты и промышленные каталоги. Эти документы наиболее востребованы для наших организаций и предприятий, потому что ничего новое не рождается без обращения именно к этим документам. Именно патентные базы данных дают возможность не только защищать права наших потребителей, нашего производства товаров и услуг, но, безусловно, обращение к этим документам дает возможность для разработки новых разработок, идей, товаров и услуг. Эти документы очень востребованы. Председатель методического объединения сети вузовских библиотек Гомельской области Кирик Наталья Александровна. Наталья Александровна, добрый день. Скажите, может быть, будущее за узконаправленными библиотеками? Ну, каждая библиотека занимает свою нишу. Я, как представитель сети вузовских библиотек, хочу сказать немножко о той категории пользователей, которая обращается непосредственно к нам. Это наши студенты и наши ученые. Так вот, хотелось бы сказать, что учеными уже доказано, что технологии, соответствующие своему времени, они очень позитивно сказываются на способности наших читателей, а мы опять же говорим о студентах и преподавателях, как самостоятельному обучению, так и усвоению новых знаний. То есть это говорит о том, что библиотеки должны стремиться вводить в свою работу современные технологии. Именно благодаря им мы можем предоставлять нашим читателям и электронные каталоги, и базы данных. Мы имеем свои сайты и представлены группами в социальных сетях. Это все у вас есть? Сегодня это востребовано? Это все у нас есть, да. Это есть у каждой вузовской библиотеки. Студенты охотно ходят в библиотеки сегодня? Да, мы можем предоставить им всю необходимую информацию, поскольку очень тесно работаем с профессорско-преподавательским составом. То есть знаете, что нужно, что понадобится ребятам. Знаем, что нужно, да, да. Именно так. Марина Сергеевна, итак, удается ли идти в ногу со временем? Библиотека, как некоммерческое учреждение, во многом зависит от внешнего финансирования. И, конечно же, если недостаток этого финансирования или проблемы в нем, то это сказывается и на качестве комплектования библиотечного фонда, и на внедрении инноваций, и на качестве подготовки сотрудников. Поэтому, конечно, библиотекари прилагают все свои усилия, чтобы идти в ногу со временем. Мы расширяем границы нашего библиотечного пространства, выходим на городские площадки, другие учреждения, организации нашего города, работаем в соцсетях по привлечению пользователей и по рекламе наших услуг для населения. Теана Анатольевна, ну вот действительно, многое ведь зависит от финансирования. Как с этим у нас в регионе? Ну, безусловно, многое зависит от финансирования. Но нужно сказать, что государство направляет достаточно серьезные средства на содержание библиотек, как и, в принципе, во всем мире. И библиотеки не имели бы, если бы государство не содержало их, не имели бы ни новых поступлений, книг, периодических изданий, ни компьютеров. Поэтому, конечно, безусловно, финансирование играет огромную роль. Это ведь подталкивает потребность в финансах, что нормально, подталкивает в том числе и библиотеки к платным услугам. Много ли их сегодня? И наверняка волнует многих читателей, посетителей библиотек. Не окажется ли все поставлено на рельсы платных услуг? Нет, Александр, мы расширяем и спектр наших бесплатных услуг для пользователей. И, конечно же, мы работаем над коррекцией нашего списка платных услуг. Мы не говорим сейчас о его расширении, а скорее о его пересмотре. Потому что такие виды услуг, как, допустим, копирование документов на бумагу, которые были востребованы раньше, сейчас рынок этих услуг перенасыщен, и мы отходим от этого. Мы стараемся оказывать населению такие услуги, которые не предоставляют никакие другие учреждения и организации нашего города. Вот, например, мы нашли свою нишу, придумав такие семейные культурно-досуговые праздники в библиотеке, как, например, Новый год в библиотеке, День влюбленных в библиотеке, День рождения в библиотеке, Ура! Каникулы! И к нам с удовольствием приходят мамы, бабушки со своими детьми, внуками, провести очень интересно и креативно свое свободное время в выходной день. И все-таки, если речь идет о платных услугах, это по большей части символическая оплата, не так ли? Конечно. Конечно же, мы стараемся, чтобы наши услуги были конкурентоспособны на рынке. И цены наши вполне демократичны. Валерий Степанович, знаю, что вы инициатор появления в Гомеле Славянской библиотеки. Зрителям напомню, кто не знает, библиотека находится в общественно-культурном центре в Гомеле. Этой новой достаточной библиотеке удалось найти свою нишу, свою аудиторию? В библиотеке сейчас она является филиалом областной библиотеки. И я хочу сказать, что там достаточно хорошие мероприятия проводятся и проводились. Но она еще ищет себя. Почему? Потому что, в принципе, задача состояла в чем? Нас окружает кругом славяне. Со всех сторон практически. Ну, кроме, может быть, Прибалтики там. И то там много славян живет. Поэтому стояла задача удовлетворить как-то интересы людей, которые принадлежат к Украине, России, Польше. Мы списались тогда со всеми посольствами славянских государств. И они нам прислали книги свои. Причем я хочу сказать, что из Праги мы вообще получили уникальные книги на русском языке. Это иммигрантов 20-х годов, которые там были и издавали книги. И я думаю, что в республике этих книг ни у кого нет. Есть там такие проекты интересные, как «Забытые имена». Мы вспоминаем выдающихся писателей, которых сегодня в программе нету в школе, в вузах. Там забывают. Ну, может быть, такого уровня ученые, как Иван Федорович, знают о них. Но это очень узкий такой сектор читателей. Который нужно расширять. Да, поэтому библиотека, я считаю, что в ней есть будущее. Она востребована. И туда ходят люди с удовольствием. Там заседают диаспоры. Там проходят мероприятия очень интересные, значит, межнациональные, значит, ну, в рамках славянства. Поэтому оттуда идут такие импульсы взаимности, доброты, толерантности. Я думаю, что нужно говорить о проблемах библиотеки. Вот, это очень серьезно, потому что, вот я, например, считаю, Мария Сергеевна так скромно сказала об услугах и так далее. Услуги чрезмерные, платные, планируются. Вот, поэтому получается, вот с моей точки зрения, чем больше платных услуг доводят, тем меньше читателей в библиотеке. Потому что, давайте так смотреть, какой контингент библиотеку идет. Все-таки идет читающий люд, который привык с книгой жить. Это люди, которые еще до 90-х годов этих лихих с книгой общались. У них были библиотеки дома хорошие, значит, и так далее. Поэтому, а сейчас речь идет о том, как привлечь молодежь к книге. Вот, и, к сожалению, я вот разговаривал со специалистом, коллегой Ивана Федоровича, значит, вот, он сказал, даже сейчас филологи, профессиональные, которые учатся, не читают тексты писателей некоторые, а читают всякую критику, шпаргалки. Значит, и я считаю, что проблема библиотек как раз находится в школах, в семьях и в учебных заведениях. Итак, какой вы видите современную библиотеку? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышла моя коллега Юлия Борисовец. Внимание на экран. Может быть, электронная должна быть, чтобы я туда пошла, чтобы она экономила время. Ну, может быть, комфортная. Допустим, с тем же, не знаю, интернет-кафе. Телевизор там всякое такое, что у меня стояло. Ну, а не просто такая туская библиотека. Нет смысла на книге, наверное, надо какая-то такая тусовка, чтобы какое-то обсуждение было, чтобы было все-таки как-то, не знаю, более актуально, квесты какие-то, вот, наверное, такое что-то. Современная библиотека должна быть яркой, интересной в плане, должен быть интересный интерьер, очень вежливый персонал, который доброжелательно относился к молодому поколению, что-то рассказывал, подсказывал, шутил. То есть, более активно общаться нужно, чем в прошлые годы. Обязательно должны быть какие-то интересные вечера, мероприятия. Просто так, знакомство с книгой сейчас очень сложно происходит. То есть, надо организовывать какие-то интересные вещи, чтобы втягивать больше народа, особенно вот молодых людей. Ну, в наших библиотеках это делают часто, всякие праздники тематические, в стиле «Мастер Маргарита», «12 стульев». То есть, считаю, это тоже очень интересные и классные мероприятия. Привлекательнее сделать. А как? Ну, дополнительные какие-то, может, освещения, вывески. Вот. Как бы, может, на видное место их, как бы, более выставить. Внутри, возможно, ну, как бы, поудобнее, чтобы полки были, не так чисто ряды длинные. Ну, округлые и там подобные. Она должна быть достаточно компьютеризирована, то есть, чтобы человек имел возможность не только работать с твердыми копиями книгами, но он должен иметь возможность, скажем так, иметь онлайн-доступ в интернет. Это первое. Второе. Обслуживание должно быть на достаточном уровне, чтобы человек мог быстро и четко получить нужную информацию. Ну, и, наконец, третье. Это должна быть заинтересованность, которая даст людям возможность не только получать удовлетворение о том, что они работают в библиотеке, но еще какой-то эстетический вкус. Библиотека, как то здание, куда должны ходить люди, себя уже исчерпало. Мне кажется, что должны быть развиты интернет-библиотеки, интернет-ресурсы, чтобы ими можно было открыто пользоваться и находить не только художественную литературу, но также и научную. Основное – это оснащение этих библиотек. Мне кажется, там должно стоять больше компьютеров или ноутбуков. Также должен быть доступ к интернету. И, наверное, штат сотрудников увеличенный, чтобы они могли помогать людям искать ту литературу, которая им нужна непосредственно. В эфире «Гомель» – это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Татьяна Анатольевна. Мне очень понравилось, что вспомнили о мероприятиях, которые проходили в библиотеке, и говорилось и о квестах. Это все делается в библиотеках. И если молодой человек все-таки придет туда, не спеша побудет в этой библиотеке, он, конечно, получит огромное удовольствие и откроет для себя библиотеку с совершенно новой стороны. Главное, чтобы он вернулся туда, как читатель. Иван Федорович, ваше мнение. Поскольку я пишу в основном комедии и смехотные штуки, то я, может, расскажу и про некоторые такие больше взаимальные формы эту пошукову и пропаганды. Так, например, у турмах Бразилии, вязню, який прочитает книгу и расскажет своему куратору, термин «знаходжение» скорочает на 7 дней. А вот сейчас молодые придумали, как пропагандовать книгу. Когда говорят, что они хотят читать, то нужно написать ее лист на паперу, кинуть в бутельку, а бутельку самую выкинуть где-нибудь у свисла, аж хай туда дойдет пронесет. Або поклать в шарик этот поветренный, надувный, хай он где-нибудь летит, занесет этот текст. Написать, даже на горчичниках, текст, как он таким способом доходит. Это просто такие смешные такие варианты, али так само тут у них такие вот, что это значит пропаганда, не такое новое. Вот молодь просит таких новых формов, и вот потребно их шукать. Валерий Степанович, просим новых форм, и уже практически, вот если говорить о мнении гамильчан, рассказали, как должны стоять стеллажи в библиотеке. Вот надо, чтобы больше компьютеров, а лучше библиотеку выставить на более видное место, больше каких-то ярких мероприятий. А не превратим ли мы библиотеку, предназначение которой книга, ну в какое-то такое, я не знаю, театрально-цирковое учреждение? Ведь тоже граниту перейти нельзя. Значит, библиотека, так как и женщина, она косметику наводит себе для красоты. Поэтому библиотеки должны быть эти формы, и наша областная библиотека демонстрирует. Там работает театр, там работает уже не один музей, и я думаю, что библиотека со временем. Но этот музей, допустим, редкие книги, там у них писательские есть экспозиции, они связаны с книгой. То есть все, что делает библиотека, как бы нетрадиционно, оно должно быть связано с книгой. И не надо забывать, что библиотеки вообще появились как накопители архивов. Вот эта функция тоже должна быть у библиотеки, как бы архивы собирать. Как одна из сфер, конечно. Да, она может информацию собрать о выдающихся гомельчанах, о событиях, которые здесь происходили. У нас в Гомеле такие события происходили, что люди даже не подозревают, насколько тут привлекательность. Дальше. Туристическая функция. Почему бы молодых людей бесплатно, или там за символические какие-то там вещи, не пригласить в областную библиотеку, в библиотеку Герцена, походить там? Я уверен, что если бы молодые люди, где школьники побыли в библиотеке на экскурсии, они бы туда пошли. Они представление имеют об этой библиотеке. Да, они бесплатно, мне кажется, ходят туда, не так ли? Чурок библиотеки. Что если молодой человек придет в библиотеку, он обязательно туда вернется, потому что и внимательный персонал в наших библиотеках, и интересные формы работы, о которых вот наверняка эти молодые люди, они не знают, что квесты проводятся. А кто-то и знает, видите, мнение разное. И в областной библиотеке. Да, девушка очень приятно отозвалась о библионочи нашей традиционной акции. Наверняка потому, что сама участвовала в этом мероприятии. Наверняка потому, что в ней участвовала. Иван Федорович, да. Я хочу добавить вот комментарий к тому, что здесь сказано. Все время проскакивает, особенно у молодых людей, компьютер, компьютер, интернет и интернет. Я хочу сказать, значит, что люди, которые сегодня пытаются управлять миром с одного центра, значит, вот, развязывают войны и прочее, они уже приготовили сюрприз. Они говорят, книга в будущем будет для богатых людей, а компьютер будет для бедных не образован. Иван Федорович, все мы знаем, что ваши книги есть в библиотеках региона. А что нужно делать авторам, чтобы их литература была востребована и интересна и молодежи, и людям постарше? Ну, это проблема ответственная. Вообще, часы письменники имкнулися притягнуть увагу не только до своего твора, а и до самого себе. Успомним, как Маяковский пронал свою желтую кофту, как бы он уразить у всех. Как бы это, например, начинается, когда поэты заумные, как они называли сами себе, пишут афишу, так они пишут по шоченному вкусу. Одразу, чтобы это всех притягнуть до себе. И вот тут можно самые разные формы створать. У тем лику и пропаганда, говорить, бери свои версии, читай, это узмацняльник, гучного говорителя, и читай там сам их. Або повесь на шею, так, как носят, где ты объявишь, там сдаются готели, и ходи туда, по городу, может, кто-нибудь тебе прочитает. Короче, кажучи, молодые робят перфомансы, такие специальные, как пропагандовать свои творы. А я вот, сгадываю, как былася чудовная презентация моей книги, про катавая воду, то есть махотной штуки, у областной библиотеки, где сделали целый такой спектакль, что одразу все поверили, это такой незвучайный початок, и потом все были такие, сдаются, навод у захоплений. Можно и традиционное удовольствие получать, и такое новаторское, какое вот любить молодь. Вопрос о привлечении молодежи в библиотеку, это в первую очередь вопрос, связанный с воспитанием, собственно говоря, воспитанием любви к чтению. Это вопрос, который должны решать родители, в первую очередь, самых начальных, наверное, этапов развития человека, как личности. А если родители сами не читают, что делать? Школа должна помочь? Или детский сад? Значит, в школе должны, да. Снова на учителей все сбросить. Министерство образования, возможно, должно каким-то образом своей программой заинтересовывать молодежь в чтении, давать им какую-то пищу для ума, которую, переваривая, люди бы, скажем так, тянулись к знаниям. Вы последний раз когда были в библиотеке? Неделю назад. Я хочу сказать, что сегодняшняя библиотека, она нетрадиционна. И тот соцопрос, который проводился, значительная часть, я так понимаю, населения, в принципе, не знает, что в библиотеке имеется огромный электронный ресурс документов. Этот ресурс, как создаются собственными библиотекарями, формируются базы данных, так, в общем-то, и мы приобретаем. Я хочу сказать, например, о нашей библиотеке, Гомельской областной научно-технической библиотеке. Кроме того, что имеются базы данных иностранных стран, то есть Японии, Америки, Германии, США, которые необходимы для наших предприятий, организаций. У нас есть базы данных, например, такая, как диссертации российские. И этот уникальный фонд, он только, например, у нас. То есть в помощь научному сообществу, пожалуйста, приходите. Кроме этого, уже говорили, мы работаем, например, как электронная доставка документов. То есть то, что наша молодежь очень любит. Не отрываясь от дивана, вы делаете запрос в нашу библиотеку, и, пожалуйста, вы можете получить ответ на свой поставленный вопрос. Конечно, единственное условие, все-таки вы должны хотя бы раз прийти в нашу библиотеку и познакомиться с исследованием. Время подводить итоги. Библиотека будущего, какой ей быть, что необходимо, чтобы сюда не зарастала тропа. Иван Федорович, пожалуйста. У 1953 годе вышел славутый роман Роя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 451 градус по Фаренгейту – это температура, про якой горить папера. И там у романе створена такая фантастичная ситуация, что тоталитарное громадство знищает у всех книги. И что отбывается с гэтыми людьми. И хочется только одно пожелать, чтобы, не дай Боже, николи вот это прадказание фантаста не сбылось. И с нами завсёд и были библиотеки и были книги. Библиотеки никогда не прекратят своё существование. Помните, одно время, когда появилось телевидение, сказали, что не будет театра. Мы видим совершенно обратное. Точно так же и библиотека. Я также была студенткой. И так же я до сих пор не представляю, как можно отучиться, не имея под руками у себя первоисточника. В интернете этого нет. И здесь уже эта мысль прозвучала. Другое дело, чтобы мы активнее привлекали читателей. больше рекламировали. Магазины себя рекламируют хорошо. Я надеюсь, что и сегодняшняя передача смогла заинтересовать и привлечь того читателей. И нам было бы очень интересно потом посмотреть, вот когда выйдет эта передача, сколько новых читателей у нас появилось после этой программы. Проверим. Валерий Степанович, библиотека будущего какой должна быть? Должны поменяться сами библиотекари. Библиотекарю должна современниться, перейти от выдачи книг, от кладовщика традиционного к наступлению. А как же, примеру, в студии? По-моему, такое уже наступление, заниматься экспансией. Во-первых, надо создать библиотечную ассоциацию. Там все библиотеки в Гомельской области, университеты, школы, все должны объединиться, встречаться периодически и книгу доводить до читателей. Вот Иван Федорович провел Брэдбери книгу, ведь если нужная книга не поступила в библиотеку, это сожжение книги. А это зависит от библиотекарей. Вот о рекламе сказано было здесь. Реклама вообще отсутствует, библиотечная, хорошая. Значит, вот на библиотеке надо каждый день менять рекламный щит на фасаде, значит, электронный там написать. Знание сила, сила здесь. Заходи сюда. То есть вы продумали уже и рекламную кампанию? Я вам хочу сказать, я вот принес бумагу, тут я понаписывал здесь столько, у меня написано здесь 25 направлений, по которым можно работать, потому что я себя считаю читателем. Смотрите, пропадают библиотеки, умирает коррекционер книг, библиотеку растаскивают, даже выбрасывают на мусорку. Они должны ввести учет всех личных библиотек и так далее. Это колоссальная работа. Поэтому я все свои надежды связываю с обликом библиотекаря. Я еще раз повторяю слова Лихачева. Это святые, но святые должны тоже работать. Поэтому я вижу будущее библиотеки в интенсивном развитии. И пример такой подает областная библиотека и городская библиотека наша. АПЛОДИСМЕНТОВ проанонсировали проанонсировали список предложений и спрятали его. Я так предлагаю в конце передачи и передать этот список хороших толковых идей библиотекарям. Мы встречаемся с Валерием Степановичем буквально каждую неделю и прислушиваемся к всем его предложениям и замечаниям касательно нашей работы. Здорово, что библиотека это коллективный труд. Итак, подводим итог библиотека будущего. Какой должна быть? Что необходимо, чтобы она была востребована у читателя? Александр, прежде всего, подводя итоги нашему сегодняшнему разговору, нужно развиваться. Действительно, нужно развиваться и библиотекарям, развивать и библиотеку. Делать библиотеку таким еще более, наверное, креативным, интеллектуальным, культурологическим пространством нашего города, чтобы вот действительно попав однажды, от нас просто не захотелось уходить и захотелось жить у нас в библиотеках. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого! АПЛОДИСМЕНТЫ